Русские новости Текущий 2016 год предлагает нам жить в обстановке катастрофы. Катастрофа всесторонняя. Мы видим экономическую катастрофу, хотя и не чувствуем еще так остро ее на своей собственной шкуре. Некоторые чувствуют, но пока это незначительная часть населения. Даже те, кто чувствуют, по привычке относят все свои проблемы к каким-то проискам зарубежных врагов России. Хотя больших врагов, чем те, которые сидят в Кремле и во властных институтах, у России просто нет. Те, кто за океаном, может быть и не наши друзья, но им важно заниматься своими делами. Мы привыкли думать о том, что у нас есть свое государство, и это государство является предметом агрессии со стороны других государств. Например, Соединенные Штаты, Обама занимаются какими-то делами против нашей страны, потому что это им выгодно, потому что они хотят что-то захватить. На самом деле обстановка уже давным-давно изменилась, и государство не является субъектами. Это только ширмы. Это ширмы мировой политики. Поэтому ведется межгосударственный диалог, но никакого проку от него нет. Вся дипломатическая деятельность не приводит ни к чему, потому что вопросы решаются вовсе не на публичных форумах, не в ООН и даже не в НАТО. Все то, что относится к публичной сфере, это действительно ширма. А за ширмой ведут свои шашни, свои переговоры о будущем мира крупнейшие собственники, или точнее те люди, которые ворочают финансовыми механизмами. Отложилась финансовая олигархия, которая правит миром или пытается править миром. На самом деле ничего в нем не получается, потому что мир не может существовать под властью вот этих фиктивных ценностей и эффективных людей, которые вроде бы занимаются и политикой, но на самом деле это не политика. Это тайная диверсионно-подрывная деятельность. Вот ей и занимаются эти закулисные силы. И в Российской Федерации эти силы настолько же представлены, как и в Соединенных Штатах. Поэтому, когда мы начинаем бороться против американизма и слушаем весь этот поток бреда, который несется с экранов телевизоров, то мы бьем мимо мишени. И, может быть, нас специально направляют, наш разум возмущенный, которых смертный бой идти готов, направляют вовсе не в ту сторону, куда следовало бы нам направить все свои душевные усилия, и для того, чтобы действительно отбить ту агрессию, которой мы подвержены уже в течение многих лет, десятилетий. А в этом году результат бессмысленной и беспощадной деятельности правительства Путина привел нас к экономической катастрофе. А тут еще готовится государственный переворот, такая смена власти, которая бы показалась людям чем-то принципиально новым и как-то освободила бы нашу страну, хотя бы от некоторых совершенно уже безумных порядков, установленных помимо всяких законов, помимо всяких конституций. Буквально раздражают людей то, что называется народными массами неправильно, ну пусть будет так. Вот эти массы раздражаются специально действиями людей типа Собянина, который провел так называемую ночь длинных ковшей, разорив, уничтожив около ста торговых павильонов в Москве. Якобы это самострой, хотя это конечно самостроем никогда не было, все владельцы этих павильонов имели свидетельство о собственности и решение судов, признающие их право на эту собственность. Сейчас начали говорить, что так им и надо, так им и надо, хотя кому надо. Вот те владельцы собственности, ворованной собственности, которые, наверное, в сотни, в тысячи раз более ценно, имеют большую цену, чем вот эти павильоны, легко возводимые на неглубоких фундаментах, они-то остались неприкосновенны. Для чего все это проводилось с Собяниным? Во-первых, конечно, для того, чтобы монополисты получили дополнительные возможности обдирать граждан страны. Они завышают цены в любом соседнем магазине в капитальном строении. Во-первых, можно драть три шкуры с собственника или с владельца торговых помещений через систему ЖКХ, где, я не побоюсь этого слова, в 10 раз завышаются все реальные затраты на коммунальные услуги. А во-вторых, для того, чтобы как можно больше ущемить и граждан, которые привыкли к тому, что есть вот такие места, где можно дешево купить продукты, дешево получить какие-то услуги. Это уже были микросоциумы, уже сложились какие-то отношения, уже есть привычка к тому, что вот в данном месте, в данное время можно получить определенные товары и услуги. И вот все это разрушается, и люди попадают в ситуацию, что им как-то надо заново строить свою жизнь, заново находить вот те точки, в которых жизнеобеспечение человек может получить и как-то наладить свою жизнь иначе, режим своей жизни, своей деятельности. Вот эти микросоциумы грубым образом разрушены, и не случайно, что в один день. Не случайно. То есть это такая действительно микрореволюция и образец для того, чтобы действовали таким же образом и в других регионах. Да, немножко есть, может быть, в этих действиях Собянина какой-то позитивный смысл, если бы были позитивные цели. Например, когда выходишь сейчас на Пушкинскую площадь, вот эти огромные рекламные баннеры, которые стояли на прилежащих зданиях Samsung, Coca-Cola, они исчезли. Поэтому как-то стало легче дышать. Не испоганен городской ландшафт, но рядом стоит вот то самое кафе-пирамида, которое неприкосновенно, хотя другие павильоны были разрушены без разговоров. То есть здесь есть какие-то отношения. Точно так же около метро Кропоткинская не все павильоны разрушили, а вот какие-то павильоны оказались неприкосновенны, я думаю, потому что достаточные суммы были собраны и переданы тем, кто все это безобразие затевал. А вот все остальные были предупреждены за день или в тот же день. И приехали экскаваторы, снесли эти павильоны, работающие годами, даже десятилетиями, вместе с товаром. Странно, что не вместе с продавцами. И вот эта зачистка произошла внезапно, как внезапное нападение, внезапное объявление войны. И это очень похоже на некий заговор, и вот модель действия власти, в данном случае, может быть, локальная, будет дальше продолжена в каких-то других аспектах. То есть нас готовят к такому нео-майдану, и готовят не так, как готовили на Украине. Там этим занималась оппозиция при поддержке зарубежных каких-то группировок, они готовили боевиков. А у нас все по-другому, у нас уже все готово на самом деле. У нас просто разминается одна часть власти, чтобы другую часть власти убрать в тени, самой выйти. И вот как такой перевертыш, что эти в тени, то другие. Как карикатура такая была, Путин с Медведевым стоят, и рядышком такие физиономии перекошенные. Один уголком губ говорит, давайте перья сверху. Ну и вот так они эти перевертыши, то один, то другой. Больше демократии, меньше демократии. Идет обман, обман людей. Конечно, обман затевается и для того, чтобы как-то изменить ситуацию на выборах. Потому что люди в условиях катастрофы, экономической катастрофы, массовой безработицы, которая возникает сейчас прямо на наших глазах. Ну вот разрушили 100 павильонов. Как минимум тысячу или больше, несколько тысяч человек остались без работы. Куда им идти? А нет, в Москве работы, ну никакой работы нет. Вот даже уж для гастарбайтеров работы нет. Значит, все сворачивается, сворачивается потребление. Уже объявили цифры о том, что граждане России на 50% потеряли свои реальные доходы. В течение года, вот этого, текущего года, он еще только начался, уже в половину мы потеряли свои доходы. Соответственно, мы их меньше расходуем, начинаем экономить. Многие ведь действительно потеряли работу и фактически остались без средств существования. А тарифы на транспорт, тарифы на ЖКХ растут. И как с этим быть? То есть личные катастрофы возникают у людей. И в этой катастрофе мы живем. И как в этих условиях проводить выборы? Ну, естественно, надо как-то возбудить публику, дать возможности вообще всем пересобачиться перед экранами телевизоров, чтобы как можно больше был конфликта, скандала, вот этого бурления, мыльных пузырей. Вот чем сейчас занимается администрация президента. Я думаю, что в ближайшее время будут зарегистрированы множество всяких партий, движений. Пусть они все выносят своих кандидатов и пусть они, не зная откуда, берут деньги на то, чтобы печатать листовки, нанимать массовку и так далее. Лишь бы как можно больше было тех, кто вложится в эти выборы и опять запудрит людям мозги, якобы эти выборы что-то решат. Они решат только одно. Будет легитимация того же самого режима, который и есть. И он будет проводить дальше ту же самую губительную, смертельную для нашей стороны политику. Кто в этом сомневается? Люди говорят, нет, ну я хотя бы пойду, там порву бюллетенчик или там унесу его с собой, ну хоть что-нибудь сделаю, чтобы они не воспользовались моим бюллетенем. Да никто этим уже давно не занимается. Это совсем не нужно. Конечная инстанция в этой избирательной системе занята соответствующими людьми. Господин Чуров, сотрудник спецслужб в прошлом, хотя и тайный сотрудник, но он выполнит любое распоряжение. Или на его место могут посадить любого человека, который тоже выполнит распоряжение, он объявит результаты. Да, вы будете смотреть, как в прямом эфире эти циферки изменяются, как они по регионам дают перевес то одной, то другой партии. Вы в последнюю ночь перед завершением выборов будете смотреть, как явка изменяется и так далее. Все это липа, которая организована с помощью, в общем-то, очень несложных электронных технологий, компьютерных технологий. Если вы верите во все это, то печально ваша участь. К сожалению, верующих во всю эту божественную демократию и божественный компьютер слишком много стало. И тех, кто трясется над своим голосом и считает, что этот голос хоть что-то решит, тоже стало слишком много. Я же думаю, что в выборах участвовать нельзя. Просто явка любого человека на избирательный участок – это так называемая легитимация. Вы расписались за то, что вы участвуете в выборах, все, больше от вас ничего не нужно. Как вы проголосуете, эту власть не волнует совершенно. Но они выведут, Жириновского уже начали раскручивать, везде висят баннеры ЛДПР, его выводят на центральные каналы телевидения. И этот престарелый шут опять начинает разогревать ситуацию, потому что он самый талантливый из всех шутов этой власти. Он может говорить даже правду иногда, но никакого вреда для правящей группировки, конечно, от него не будет. Это самый циничный, самый мерзкий, но он привлекает. Ну как же, вот видите, посмотреть на мерзавца, на вот эту выродку какого-нибудь. Да, это было все время такой страстью публики наблюдать за уродством каким-то, в данном случае за моральным уродством, за всеми его ужимками, как он извращается, изощряется для того, чтобы как можно больше нагадить своему оппоненту, как можно больше выставить себя вот таким негодяем, который все-таки за народ. Негодяй, но это наш негодяй. Сукин сын, но это не наш сукин сын. Это абсолютный сукин сын, но он не наш. Он не наш, и наших там просто нет. Во власти наших нет. Вы знаете своего депутата хоть одного уровня, хоть самого низкого или самого высокого? Вы голосовали за этого депутата? Вы его избирали? Нет. Может быть, кто-то случайно просочился в Государственную Думу, и вы узнали его как такого трибуна защитника народа, который выступает против там всех этих безобразий, которые в стране. Да нет таких, нет. Нет ни одного человека. Или может быть, в правительстве кто-нибудь так хлопнул дверью, резко что-то там сказал, там вот, вроде там, мень, который у нас занимается строительством и ЖКХ, так вот, вроде покритиковал одному губернатору выговор, другого сняли с работы. Ну, ерунда все это. Это разыгранный конфликт. Там, что одна рука не знает, что делает другая, в течение длительного времени так и не может узнать, и потом жалуется мень президенту, что вот там у нас что-то такое, вот ветхое жилье не расселили. Ерунда. Это спектакль. Все это спектакль. Специально для того, чтобы показать, что в правительстве что-то там происходит, президент какие-то действия делает. Это ширма. То есть государства российского уже нет. Государства как института нет, или как системы институтов уже нет. Это все просто ширмы. И вся деятельность, которая нам представляется, это деятельность, которую называют не вполне правильно пиар. Да, пиар – это связи с общественностью. На самом деле общественности никакой нет. Это рекламная ширма. Но точно так же, как когда вы смотрите рекламу, она не пропагандирует свойства товаров. Она пудрит вам мозги для того, чтобы вы покупали то, что вам не нужно. Или покупали такие товары, которые имеют совсем не те свойства, которые вы ожидаете. Вот точно так же вам продают то, что называют государственной властью. На самом деле это пустая конфетка. Это один только фантик. И вот эти фантики вам продают, а вы продолжаете считать, что в фантике будет что-то там завернуто. Так не ходите на выборы. Если вы пойдете на выборы, то спасибо вам, скажет любой олигарх, вы соучаствуете в создании имитации. Не участвуйте в создании имитации. Не живите имитациями. Создавайте что-то реальное вокруг себя. Дружеские связи, человеческие контакты. Изучайте свою страну, свою историю, своего народа. Не будьте русофобами. Не распространяйте заведомо клеветнические глупости о нашей стране, чем занимается очень много тех, кто считает почему-то себя патриотами. Вот ненависть к Российской империи, к государям российским, это почему-то для некоторых такое проявление патриотизма, может быть, они думают, или проявление каких-то национальных чувств, национальных переживаний. Это русофобия. Сто процентная русофобия. Как мне тут один чудак написал, говорит, вот, тысячу лет мы в рабстве у жидов. Ну, просто красавец. То есть у него 50 поколений, это те, кто были рабами, все его предки. Я вот точно знаю, что мои предки никогда рабами не были. И я точно знаю, что крепостное право никогда не было рабством. Да, были раболепствующие, были те, кто хотел себя превратить в рабовладельцев. Ну, первые прикидывались страдальцами, а вторых преследовала государственная власть. Ну, в общем-то, я не об этом, а о том, что выборы, это имитация, как и вся политическая система, все это извращено, фальсифицировано. И поэтому выборы все фальсифицированы, все, какие проходили последние десятилетия. Это все фальшивки, потому что никакого свободного волеизъявления нет. Вы не можете выдвинуться кандидатом в депутаты. А если даже и вы выдвинулись, ну, есть такие чудаки среди предпринимателей, которые вкладывают деньги, вот деньгами проламывают регистрацию, свою регистрацию в том, чтобы выйти на избирательную дистанцию. Вышел хорошо, собрал подписи. На первом этапе тебе говорят, подписи недействительные, гуляй. А ты потом доказывай в судах, что подписи были действительные. Ну, хорошо, как-то тут ты профинансировал еще и этих людей, которые не скажут, что здесь фальшивка. И как-то против тебя не выдвинулись сильные фигуры. И ты просочился, и поучаствовал в выборах, затратил огромные деньги, попал в какой-то представительный орган. Что ты там будешь делать? Просто раствориться в той системе, в которой эти люди и живут. Вот судьба тех, кто участвует в выборах. Идете на выборы, даже если вы выигрываете, а это почти невероятно, вы попадаете в ту систему, где вы просто растворяетесь. Так может быть, вы сами себя обманываете, и те, кто вас поддержал, тоже себя обманули. Они-то думали, что вы будете сражаться за народные интересы. А нет, вы, оказывается, сражались за свои собственные интересы, за свое место под солнцем. Быть, получить мандатик, защитную охранную грамоту, которая не позволяет правоохранителям слишком вас прессовать. Вот за что вы боролись-то этому. В общем, стоит ли участвовать даже в выборах одномандатных кандидатов? Да, там могут быть люди, которые будут говорить что-то такое очень правдивое. А где они были до этого? До этого момента? Они что-то помалкивали. Почему? Почему они только в период выборов начинают что-то говорить? Может быть, они в этот момент получают рупор? Да нет, в общем-то, можно стараться противодействовать олигархии и весь предшествующий период. А что мы этих людей не видим до выборов? Вот выборы сейчас еще не объявлены, и как-то не видать вот этих общественных активистов, которые действительно сражались бы за народ. А Москву, значит, продолжают истязать, там новую Москву истязают, продолжают действовать против нашего государства. Вся вот эта система уничтожает государство и хочет быть только ширмой. Зачем же нам поддерживать эту систему? Наше предложение со стороны Русского национального фронта сформировать русский список. Это список, поддерживая который, вы не идете на выборы. Это люди, которые не идут на выборы, которые хотят иной системы, не хотят участвовать в фальшивых мероприятиях этого государства. Кроме всего этого безобразия экономического, общественно-политического, уж просто бросающегося в глаза, недавно произошло событие, которое, конечно, перекрывает все это многократно, только не все понимают, или, может быть, микроскопическая часть общества российского понимает, что произошло. Произошло такое предательство, какого, может быть, не бывало в течение веков, или, ну, по крайней мере, в 20 веке, одно из самых выдающихся предательств. Это предательство человека, которого называли патриархом. Патриарха Кирилла Гундяева. Ну, с этого момента его стоит называть просто Кириллом Гундяевым. Никакого права называть себя патриархом или даже священником этот человек после встречи с католическим папой Франциском не имеет. Причем, это предательство не случайное. Ну, бывают, знаете, люди такие по простоте душевные, простота в таких случаях хуже воровства, ну, что-то такое совершает, а потом ему говорят, что ж ты натворил-то, дорогой? И он начинает оправдываться, что, ну, вот, не знал, понимаете, тот вот ошибся. В данном случае это предательство совершенно осмысленно, его действительно готовили, как говорят, лет 20 готовили. Может быть, и больше готовили, потому что в течение нескольких десятилетий в московской патриархии существует такая внутренняя секта, тайное общество такое, криптокатоликов, как их называют. То есть, людей, которые либо симпатизируют католической церкви, либо являются уже тайным священством католическим внутри православного священства. Тайно рукополагаются в католические священники или в католические епископы и продолжают здесь диверсионно-подрывную деятельность против русской православной церкви. И вот эта деятельность довела до того, что криптокатолик Гундяев стал патриархом и поехал на поклон к Папе Римскому. Обставлено все это было так, что вроде как нет, нет никакого поклонения, ручку публично не целовал, вообще встреча оказалась не публично, это тоже своеобразный такой момент, показали, просто поехали специально оба на Кубу, ну вроде как далеко от Москвы, далеко от Ватикана, встретились, там о чем-то поговорили, потом выпустили меморандум, сказали, да это почти случайная встреча, это так вот по пути в разные стороны ехали и вот через одну точку решили проехать в один и тот же момент. Это ложь, конечно, выпустили меморандум из 30 пунктов меморандум. Вроде бы как они поводом для встречи определили, что притесняют вот где-то там в Азии, в Сирии, где сейчас война идет, притесняют христиан, где-то в Африке там притесняют христиан. Мне приходит на ум такая аналогия, например, Гитлер со Сталиным встретились бы где-нибудь в Центральной Африке и поговорили бы о том, что белому человеку в Центральной Африке живется очень нехорошо и выпустили бы совместный меморандум о том, что происходит расовая дискриминация белых людей на Африканском континенте и они совместно будут действовать для того, чтобы эту ситуацию как-то изменить. А тем временем идет война между германским государством и советским государством, там гибнут миллионы, а тут вот такой меморандум выпустили. Публичная причина, публично объявленная причина именно такова. Притесняют христиан, мы поэтому вместе встретились, мы же те христиане и эти христиане восточная церковь, западная церковь, восток с западом должны наладить диалог. Вот это реальная причина. Реальная причина это подчинение московской патриархии интересам олигархии. Дали задание Кириллу Гундяеву, чтобы он попытался через римского папу договориться с западом, что ну хватит уже санкций, хватит уже всяких действий, мы такие белые пушистые, мы на все готовы, но только не трогайте Путина, Путину все время намекают, что мы тебя поставили, так ты уж хватит, ты уже свой срок пересидел, там у нас другие силы, ну всем кормиться хочется, а ты все своих кормишь. Смотри, там сто олигархов, миллиардеров вырастил, ну там на подходе другие силы, вот уже вы уже как геронтократия, КПСС, ну сдвиньтесь немножко, давайте другой будет теперь президент, другие олигархи будут подкачивать свои капиталы за счет России, а он не хочет, он говорит, не, я армию буду наращивать, если вы вот так, вы хотите, чтобы я ушел, так я вот здесь еще и покажу свои мускулы про бомбежку строя пустыни и буду в репортажах это показывать, чтобы весь мир смотрел, как вот российские бомбы падают в сирийскую пустыню, очень, очень интересно, вот и для того, чтобы как-то сдвинуть ситуацию с вот такого противостояния как-то вот, ну не получается, у одних не получается Путина сместить, а у Путина не получается управлять Россией. Кирилл Гундяев поехал об этом говорить с папой, я в этом совершенно не сомневаюсь, подчинение интересам олигархии деятельности Московской Патриархии во многих случаях достаточно хорошо себя проявило, но это деятельность не публичная, как я уже сказал, то, что они считают политикой не является публичным, они за кулисами, за кулисами собираются олигархи, а церковные иерархи тоже превращаются в олигархов. Вы думаете это монахи такие вот священники, которые дали обед, там публичные рукоположились и можно сказать дважды рожденные получили второе рождение, когда рукополагались священники, а потом в епископы. Нет, это все тоже тот же самый пиар, та же самая имитация, выстроено то, что верующие это считают все еще церковью, а реально церковью уже не является, причем давным-давно не является. я и многие люди, с которыми я общаюсь, надеялись, что как-то внутри церкви найдутся какие-то здоровые силы, которые поймут, что происходило в 20 веке с РПЦ, как-то об этом начнут говорить, как-то об этом начнет говорить священство, об этом потом начнут говорить епископы, потом начнут приниматься какие-то решения на уровне высшей иерархии московской патриархии. Нет, ничего этого не произошло, напротив, старательно сохраняли вот эту ширму, за которой сплошная ложь и предательство. И вот то предательство, которое совершил Кирилл Гундяев сейчас, прежде всего скажу, а почему предательство-то многие люди не понимают. Ну что, съехались, поговорили, как два крупных религиозных деятеля, почему бы не встретиться и не поговорить. Почему-то в течение тысячи лет православной иерархии чурались подобных контактов. Представьте себе, кто такой папа. Говорят, и по телевидению тоже говорят, ну что там как-то там тысячу лет назад нафематствовали друг друга и всего-то, что нас разделяет. Вот филиоквия даже, никто не знает, а что такое филиоквия. Ну там, что Дух Святой исходит, как говорят католики, не только от Бога Отца, но и от Сына. Не только и от Сына. Вот филиоквия это тоже то, что нас разделяет. Не только это нас разделяет, есть догмат, то есть представление о том, что вообще такое христианство. Есть существенная разница между двумя церквями. И совместить эти понимания невозможно. Православные с католиком, там, миряне или даже священники могут встречаться, там, что-то обсуждать, что-то дискутировать. Но если первая иерархия едет к папе, прекрасно понимая, кто это такой, то это просто фантастическое предательство церкви, фантастическое предательство. То есть это уравнивание того, кто считается верховным авторитетом, не верховным администратором, как многие думают, а верховным авторитетом, должен быть, но на самом деле таковым не является в русской православной церкви, едет к тому, кто считает себя наместником Бога на земле, кто считает, что любое его слово есть божественное слово, кто считается безгрешным среди католиков. То есть с точки зрения светского сознания, это просто сумасшедший, который возомнил себя заместителем Бога. То есть пока он живет на земле, он Бог, он фактически заменяет Бога, и все его слова отливаются сразу в граните, как вот тоже так же сказал наш этот недомерок, мои слова отливаются в граните, у вас там комментарии, у вас там суждения, у меня только вот ну такой же сумасшедший, он считает себя премьер-министром, а этот считает себя президентом, хотя не исполняют тех функций, которые положены для этих людей, это вообще люди не приспособленные для исполнения такого рода функций в государстве, такого рода роли. А здесь мы видим с светской точки зрения совершенно сумасшедшего человека, да он там может быть образован, он говорит много правильных вещей, но он абсолютно сумасшедший человек. А с точки зрения религиозного сознания это слуга сатаны, первейший слуга сатаны, то есть тот, кто подменяет в чем противостояние православных с католиками. Католичество очень близко, очень похоже на христианство, но именно эта похожесть совращает людей, совращает людей с пути истины, дает им ложное знание о духовном мире, о небесном мире, о конструкции этого мира, если можно так выразиться, и соблазняет их совершенно другими истинами, которые являются подложными, не теми истинами, которые принес Христос, и которые в нашей ортодоксальной церкви, она так и называется, ортодоксальная церковь, имеют свое продолжение, то есть прямое апостольское преемство, вот что является главным, но спросим себя, а сохранилось ли оно, сохранилось ли апостольское преемство, и для того, чтобы доказать, что оно сохранилось, нужно знать, от какого апостола конкретный священник наследует, так нет этого, если бы это наследование было, и не нужно было вот эти цепочки наследования простраивать, то тогда любой священник просто был бы подобен Христу не по своим заявлениям, по своей миссии, а по своему поведению, и мы бы видели, что это люди, которые озабочены не своей карьерой, не получением каких-то там по ноге на грудь, или там посохов, или каких-то иных почестей, это люди, которые действительно бы служили Господу, а что это за служба? Это служба ближнему своему, это как бы священник, человек, одевающий рясу, дающий соответствующие обеты, он отказывается от служения самому себе, вот то, что мы должны были видеть в своем священстве, а почему этого нет? Потому что в начале 20 века состоялось предательство, сначала тихое и незаметное предательство, деятельность против государства российского, против Российской империи, против государя, который являлся главным стержнем российской государственности. Поэтому в феврале 1917 года предательство иерархии Русской Православной Церкви можно сказать аннулировало тот вот те отношения, которые были между пастырями и мирянами. Пастыри в большинстве своем не просто поддержали революцию, они провозгласили ее сомвонов. Миряне, крестьяне не читали газеты в своем подавляющем большинстве и не знали, что там творится в столицах. Ну, так священники рассказали, что оказывается, царь отрекся и теперь надо присягать временному правительству. И священство пошло на это, пошло на это предательство с большой радостью. Многие священники ходили вместе с демонстрациями, с красными флагами. В общем, священство стало красным. И потом страна покраснела от крови благодаря вот этому предательству, которое возникло на самом верху иерархии русской православной церкви в священном синоде и дошло до, можно сказать, рядового священства, которое соучаствовало в государственном перевороте. Православному догмату главой церкви является не патриарх. И патриарха тогда не было. Главой церкви является Христос. А в земной жизни христианскую церковь защищает и является административным главой священства вовсе не священный синод, а государь-император. И если вы против государя-императора выступили, значит вы выступили и против церкви. А как это получилось, что священство против церкви выступило и предало, можно сказать, и государство, и церковь. Как это получилось? Постепенное разложение, которое происходило в том числе и в светских кругах, оно затронуло и священство, которое захотело жить иначе, и захотело жить отдельно от государственной власти. Это тяжелое бремя. Вот давайте мы отделим церковь от государства. Вот отделили. Отделили так, что рухнула величайшая империя и прервалась величайшая история за последние тысячи лет. Но нет таких государств, которые на сегодняшний момент имели бы такую историю, как Россия. В прошлом были такие государства, Персидская империя или Римская империя, но на момент 1917 года не было столь величественных исторических образований, сходных с Российской империей. Обрушили, можно сказать, на взлете Российскую империю, которая превращалась в национальное государство. империя как национальное государство. Это и была русская идея. Русское государство в форме империи. Русское, а не какое-то там интернациональное. Некоторые недоумки начинают рассказывать о том, что империя, это оказывается, много национального государства. Забудьте, не слушайте, я даже не хочу опровергать этих дураков. Империя всегда национальная, потому что всегда есть национальный стержень. Но только как нация, вот эта вот протонация, которая в ядре империи существует, не всегда себя осознает, и в древние времена этого и не могло быть. Такая протонация может быть и существовала в Римской империи. А у нас уже превращался, русский народ превращался в нацию. В этот момент его вырубили, как раз в тот момент, переходный, болезненный момент. Российская империя была разрушена, подменена фальшивкой, так называемой Советской империей, антиимперией, интернационалом, можно сказать. Сейчас мы переживаем результаты вот этого предательства. А дальше предательства шли одно за другим. Дальше митрополит Сергий в 1927 году фактически оправдал большевиков. И сейчас Московская патриархия повторяет все то же, что было в его воззвании или в его манифесте о том, что всякая власть от Бога. Всякая власть от Бога не может быть, потому что некоторые власти поставлены вовсе не Богом, а по попущению Божьему поставлены с сатаной. И наше отношение к этим властям и показывает, мы христиане или мы холопы, холуи вот этой сатанинской власти. Это вопросы наши сегодняшние, как мы к ним относимся. И сейчас продолжают повторять, всякая власть от Бога, то есть власть олигархии в России это от Бога, это что же за Бог-то такой, но это уж точно не Христос, это не христианский Бог. А они повторяют это. Для чего? Для того, чтобы тоже соединиться с олигархией. Тогда митрополит Сергий хотел соединиться с советской властью, чтобы она пощадила священство, которое Сергий подчинил себе. Потом в 43-м году ему Сталин, можно сказать, как медаль на шею повесил патриаршество. Вот патриарх Сергий теперь святой, он святой, святой предатель. Здесь тоже у нас может быть патриарх Кирилл тоже святым объявит за то, что он будет объединять церкви, заниматься тем, что называется таким словом экуменизм. Можно сказать, безразличие к церковной дифференциации в христианском мире. Давайте все вместе соединим. Все мы христиане, все мы веруем во Христа. Да не так все, не так. Есть подменность, есть подмена, есть подмена. Самая очевидная подмена это римский папа. На него стоит посмотреть и подумать о его роли, о догмате непогрешимости папы, чтобы понять, что более яркой подмены христианства придумать себе невозможно. И если есть только административные отношения, тогда, значит, Московская патриархия действительно это администрация, в которой нет никакого религиозного авторитета. Я думаю, что мы, как христиане, так и должны решить, что эти люди на самом деле даже не священники, это какие-то чиновники, которые понапялилили на себя православные христианские символики, но на самом деле не являются даже христианами. И я думаю, что сейчас для каждого должен состояться выбор с Христом или он с вот этим Кириллкой Гундяем и с Папой Франциском. И это раскол не тот, который мы вносим, мы христиане, христианское паство, миряне, или простое священство. Это раскол, который уже внесен криптокатоликами во главе с Кириллом Гундяевым или Иларионом Алферовым. Вот эти люди раскололи, не просто раскололи церковь, они уже ее подменили. Это же тоже уже подмены. Где же христианская церковь? Это вопрос, который надо решать каждому для себя. Там, где двое-трое соберутся во имя Мое, вот это и есть церковь. Там, где служат христианским заповедям, а не административной структуре Московской Патриархии. Вот это церковь. Не надо, конечно, никаких политических заявлений для того, чтобы как-то отстраниться от Московской Патриархии. Я лично для себя решил, что в Московской Патриархии я после предательства такого уже совершенно очевидного не могу ни исповедоваться, ни причащаться. Все это уже полная подмена, это просто имитация. Говорят, ну, не важно, главное, что в литургии, главное, что священник выполняет вот те ритуалы, которые были как-то с незапамятных времен, и этого достаточно. Не важно, какая он личность. Да важно. Если вы приходите в церковь, а это на самом деле не церковь, это просто дом с христианской символикой, и там нет христиан, то никакого ни причечения, ни исповедания просто нет. То есть вы не в общине, вы не в христианской общине, а вы просто участвуете, соучаствуете в спектакле. Это точно так же, как соучаствовать в создании олигархической системы, посещая выборы. Вот здесь тоже как-то надо держаться на дистанции. Люди разные, конечно, могут быть, те, кто ошибаются, могут быть люди циничные, могут быть переживающие душой за то, что происходит. Но, коль скоро священник не выступил против вот такого циничного, наглого предательства церкви, но он перестает быть священником, он становится соучастником. Поэтому и от такого священства тоже надо дистанцироваться. Я не знаю, может быть, сейчас больше значения приобретет катакондная церковь, может быть, там сохранились верные Христу епископы, и благодать не утрачена. Но здесь, в Московской патриархии, никакой благодати нет. То есть, это безблагодатная уже и не церковь, а просто имитация, так же, как и правление Путина-Медведева, это имитация государственности, имитация власти. Их власть не от Бога. Не от Бога. И если правильно читать строки из Писания, то там сказано не та власть, что не от Бога. То есть, это не власть, ее нельзя признавать властью. Нельзя признавать властью над собой правление в Московской патриархии Кирилла Гундяева. Нельзя признавать властью над собой правление в государстве российском Владимира Путина. Это не власть. Ни та, ни другая власть не от Бога. Поэтому Россия спасется, если она будет с Господом Богом. Мы все спасемся в личном плане и вместе спасем Россию, не Российскую Федерацию, конечно, а именно Россию, историческую Россию, воссоздадим ее, восстановим ее, только когда не будем соучаствовать в этих грязных спектаклях, которые имитируют как государство, так и церковь. Мы должны жить в Церкви Христовой, и тогда мы действительно русские люди, потому что перед нами 50 поколений не рабов, а христиан. И мы должны жить в государстве российском, которое еще предстоит построить. То есть мы должны быть предтечами государства российского, которое мы воссоздадим из тех обломков, которые еще остались, и из них еще что-то можно воссоздать. Мы не соучаствуем в спектакле ни гундяевском, ни путинском. Вот тогда мы по-настоящему русские люди. Наша политическая теория – национализм, наше средство восстановления государства российского, да и церкви тоже – это национальная диктатура. И в меру понимания всех этих вопросов мы и есть русские люди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова